Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Елена Керн. Смотрите в выпуске. Более 700 жалоб на некачественную уборку снега. Глава правительства раскритиковал местные власти за заснеженные дороги. Помощь особенным детям станет доступнее. В районах республики появится служба ранней помощи. И в Уаной-Варчи в Удмуртии стартует новый проект для начинающих журналистов. Муниципалитетам дали неделю на то, чтобы навести порядок с уборкой снега. Глава республиканского правительства раскритиковал глав городов и районов за нечищенные дороги. Разговор был жестким, а критика обоснованной. Горожане пожаловались на непроходимые улицы и тротуары и нашей съемочной группе. Машины буквально тонут снежной кашей, и это центр Ижевска, улица Вадима Севкова. Те, кто проживает здесь, даже не могут и вспомнить, когда тут в последний раз расчищали дорогу. Здесь не чистили дороги. Здесь трудно ходить, я не представляю, как машина здесь ездит. Я хожу каждый день, и это очень трудно. Надо вот знаки поставить, чтобы могли почистить, иначе никак не почистишь их. Ну, чтобы машины не ставили, и хотя бы один день. А потом можно знаки-то и убрать, когда почистится. И все, иначе тут выхода нет. Никак не убрать снег. Заужение проезжей части и снежные валы, плохую очистку дворов и межквартальных проездов. Жители Удмуртии жалуются главе республики. Только в январе почти две с половиной тысячи жалоб. В антилидерах оказались Увинские и Бализинские районы, Сарапу, Можга, Воткинск. Там одну из улиц горожане просили расчистить две недели. Цитирует председатель правительства обращение. Претензии есть и к Ижевску. Еще раз. Ижевск. Зауженные дороги, межквартальные дороги, тротуары, дворовые территории. Да, справедливости ради есть много положительных отзывов, но эффект больших чисел все равно говорит о том, что ситуация в Ижевске требует отдельного внимания. Вас лично, Олег Николаевич, и ваших коллег. А это частный сектор Ижевска переулок Ястребовский. С начала года, рассказывает Михаил, лишь три раза тут появлялась уборочная техника. Было вообще много каши. И я бы сказал, что нельзя проехать было. Легковые у меня ладно вездеход, а легковые уже не могут прийти. Вот так чистят. Грейдер сегодня на Ястребовском переулке наконец-то появился. До 150 единиц техники ежедневно выходит на расчистку Ижевска от снега. 500 дворников очищают придомовые территории, но проблемы остаются, докладывает глава Ижевска. И прежде всего, очень трудно приводить в порядок улицы из-за припаркованных машин и несогласованности с управляющими компаниями. Мы до сих пор не настроили ту синхронизацию, о которой говорим. Это синхронизация, когда техника прошла по магистральным, по межквартальным дорогам. Значит, нет синхронизации с управляющими компаниями, потому что образовавшийся вал на заездах во дворы, на съездах с дорог, он в течение какого-то времени остаётся на дороге и, естественно, вызывает раздражение у пешеходов. Более миллиона рублей такая сумма штрафов выписана подрядчикам за ненадлежащее исполнение обязанностей, докладывает глава Ижевска. Претензии к управляющим компаниям и ТСЖ есть и у Госжилинспекции. Составлено уже 95 административных протоколов. По всем фактам нарушений, виновные лица будут привлечены к административной ответственности. В отношении управляющих организаций такая ответственность составляет штраф до 300 тысяч рублей. В отношении ТСЖ до 50 тысяч рублей. Синхронизировать работу, решить вопросы с ремонтом техники и участками для складирования снега. На всё это главам городов и районов премьер дал неделю. А погода готовит новое испытание. С пятницы синоптики снова прогнозируют снегопады. Светлана Буланова, Илья Дериняев. Новости. В республике открылся ещё один новый детский сад. Долгожданный объект появился в селе Мишкино Шарканского района. Сад рассчитан на 80 мест. Он построен в рамках национального проекта «Демография». Огромные группы. Они светлые, яркие. Очень много нового оборудования. Что в музыкальном зале, что в группах. Очень много игрушек и мебель вся новая. Всё новое. Всё красивое. Радость понятна. Раньше детский сад находился в старом приспособленном помещении. Его посещали 60 детей при проектной мощности в 47. Ввод нового здания позволил сократить. Очередно сейчас работают три группы. В саду ждут открытия четвёртой для малышей до трёх лет. Всего в прошлом году в республике было построено 6 детских садов. В этом запланирован ввод ещё 14. В помощь родителям особенных детей в 10 районах республики появится служба ранней помощи. Об этом говорили на встрече с депутатом Госдумы Андреем Исаевым. Она прошла в реабилитационном центре для детей и подростков. У центра есть филиал в Глазове. Там в ближайшее время тоже ждут обновлений. Расскажет Светлана Буланова. Он управляет аватаром своими ногами. Чтобы он повернул, нужно либо правой, либо левой ногой активно шагать в правильном движении. В Кимсан активизируются сенсомоторные сети головного мозга, которые отвечают именно за ходьбу. Раньше такие роботы-тренажёры были лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь восстанавливать навыки ходьбы можно и в Ижевске. 13-летний Коля из Камбарского района. На реабилитации в центре уже две недели. И за это время произошли значительные изменения. Сын, как говорится, поправился лучшим, как и хождение. Движение его стало лучше. Ходьба ему очень понравилась. Если дети, наоборот, такие вяленькие, гипотонусные, наоборот, мы им создаём такой мышечный корсет, напряжение, чтобы они почувствовали своё тело и могли себя удержать. А это специальный костюм объясняют сотрудники центра своему гостю – депутату Госдумы Андрею Исаеву. Проходить реабилитацию здесь могут буквально с рождения и до 18 лет. Каждый день здесь получают помощь 155 детей и подростков. Мы можем принимать детей с любой патологией. То есть у нас могут приехать на реабилитацию колясочники, у нас могут приехать дети плохо слышащие, плохо видящие, дети с любой патологией. И в нашем центре мы делаем акцент на комплексную реабилитацию. Это значит, что мы оказываем и социально-медицинские услуги, и психолого-педагогические услуги. Очень хорошо, что республика полностью оплачивает два курса реабилитации, но специалисты говорят, что этого всё равно недостаточно. И поэтому нужно, так сказать, и в этом направлении будет поработать. Поговорим с Александром Владимировичем о том, чтобы возможно просмотреть бюджетные возможности об увеличении количества таких курсов реабилитации. В этом году в центре смогут получить помощь до 3000 детей. Это значительно больше, чем было раньше. Специалисты осваивают новые формы работы, в том числе и дистанционные. А в Глазовском филиале в этом году планируют открыть отделение для мам с малышами. Служба ранней помощи появится и в 10 районах республики. Мы хотим еще через наши комплексные центры социального обслуживания населения, в этом году их будет уже 10, такую помощь оказывать каждому ребёнку, который проживает в глубокой глубинке, где не может приехать ни в ВШС, ни в Глазов, может быть, в силу того, что у него тяжёлое состояние, либо в силу того, что родители не могут довезти его до реабилитационного центра, поэтому по месту жительства такую помощь мы будем оказывать. Стремимся к тому, чтобы такая помощь по месту жительства была в каждом и районном центре, и населённом пункте. Ближайшие планы – помочь Глазовскому филиалу с приобретением нового оборудования. Нужны средства. И этот вопрос Андрей Исаев планирует обсудить в Министерстве труда России. Светлана Буанова, Юрий Егоров. Новости. В Ижевске назвали имена победителей акции «В Новый год без долгов». Традиционная акция как благодарность энергетиков тем, кто оплачивает коммунальные услуги в срок. Сколько призов разыграли, знает Елена Абуховская. Счастливые числа лицевых счетов любимчиков «Фортуны» складываются в победные комбинации. Методом случайного выбора их определяет компьютер. Процедура розыгрыша в «Новый год без долгов» максимально прозрачна. За процессом внимательно следят наблюдатели, приглашённые независимые эксперты. Когда разыгрываются лицевые счета, я очень волновалась за людей, что кто-то будет из них счастливый. Хорошие призы? Да, призы все нужные. Нужные призы – это бытовая техника, микроволновые печи, мультиварки, блендеры, мясорубки, электрические чайники, а ещё 25 подарочных сертификатов. Всего 105 призов разыграли среди добросовестных потребителей энергоресурсов. Тех, кто аккуратно в срок платит за коммунальные услуги. В этом году было 50 тысяч участников, которые оплатили дебюторскую задолженность за ноябрь и предварительный счёт за декабрь. Участники, выигравшие в этом году призы, могут получить свои призы по предварительному звонку в офисах продаж и обслуживания клиентов «Энергосбет плюс», территориально расположенных по всей Удмуртской республике. Благодарить своих добросовестных плательщиков за коммунальные услуги для компании «Энергосбет плюс» уже традиция. В свою очередь, жители Удмуртии стремятся стать участниками акции и своевременно оплачивать счета за коммуналку. Добросовестные люди – это основа любой компании, это основа любого общества. И мы, естественно, о них не забываем и принимаем все меры для того, чтобы их количество увеличилось. Несмотря на то, что в 2020 году он прошёл под знаком пандемии, тем не менее мы наблюдаем активность наших участников. Подарки получили добросовестные плательщики со всей Удмуртии, из разных районов и городов. Результаты акции есть на сайте компании. Всех победителей, а это 105 человек, специалисты компании обязательно уведомят о выигрыше и объяснят, где его можно получить. В праздничном календаре Удмуртии появилась новая дата. 4 февраля в республике впервые отметили День национальной печати. Именно в этот день, в 1915 году, вышла первая газета на удмуртском языке «Вести с войны». Сегодня это газета «Удмурдуны». Праздник закрепили законодательно, депутаты республиканского парламента приняли решение ещё в конце ноября. Мы именно решили эту дату, 4 февраля, увековечить, чтобы память об этом была и как-то и отмечалась среди журналистов. Потому что непростое время сегодня для наших периодических изданий, особенно для национальных изданий. И хотелось бы, чтобы поддержать морально в первую очередь вот эти издания с этой точки зрения. По мнению парламентариев, новый праздник позволит повысить статус печатной прессы в регионе. Всего Госсоветом Удмуртии определено в республике 14 праздников и 19 памятных дат. И как раз ко дню национальной печати стартовал новый проект «Вуано Иварчи» в переводе с Удмуртского «Будущий журналист». Его авторы, мои коллеги из национальной редакции, уже получили первые заявки на участие. Все подробности у Вероники Ваулиной. Учусь в девятом классе и хочу стать журналистом. Это анкета первого претендента на участие в новом проекте «Вуано Иварчи». Он будет реализовываться на средства президентского гранта. Эксперты оценили идею авторов – помочь школьникам определиться с будущей профессией. Выбрали 8-11 класс, потому что в это время дети начинают задавать вопросы, а кем я буду в дальнейшем, а что я есть на самом деле, что я хочу от жизни. Настя будущим журналистам может рассказать немало о том, как правильно подавать информацию в социальных сетях. Знакомить с профессией журналиста будут и другие корреспонденты, а еще операторы, монтажеры и даже психологи. Журналист – он все равно психолог. То есть каждому же надо иметь подход. Тебя могут как-то с агрессией посмотреть, тебе надо сориентироваться в этом и как-то отреагировать. Поэтому обязательно важно, чтобы какое-то знание психологии, но это прежде всего знание себя. Если ты себя знаешь, с собой как совладать знаешь, и мы этому тоже будем обучаться. Проект рассчитан на три месяца. За это время каждый участник сможет попробовать себя в роли журналиста, ведущего, оператора и монтажера. Что из этого получится, увидят наши зрители. Как попасть в этот мир искусства? Все очень просто. Запиши себя на видео, расскажи на удмуртском языке, почему именно ты хочешь стать журналистом. Также заполни анкету и отправь заявку на электронную почту. Иворчи собакамайл.ру Десять ребят с самыми оригинальными и убедительными презентациями получат возможность пройти обучение. Заявки принимают до 21 февраля. Мы знаем, именно ты, Вуанно и Ворчи, будущий журналист. Вероника Ваулина, Юрий Дроздов, Юрий Егоров. Новости. И у меня на этом все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова